Американский военный чиновник А сами боевики лишатся пути снабжения из Сирии 150 миллионов евро потратит правительство Германии на программу по возвращению мигрантов на их родину Об этом заявил министр экономического сотрудничества и развития Герт Мюллер На помощь мигрантам, которые не смогли получить в Германии статус беженца и решили вернуться на родину, в год будут выделять 50 миллионов евро Воспользоваться программой смогут беженцы из Ирака, Афганистана и Балканских стран Мюллер отметил, благодаря помощи правительства Германии они смогут начать все заново на родине Еврокомиссия порекомендовала возобновить отправку мигрантов из стран ЕС обратно в Грецию Сделать это хотят с марта следующего года Такая практика была и ранее в рамках Дублинского соглашения Но после наплыва более миллиона беженцев в прошлом году она фактически перестала работать Согласно правилу, заявление о предоставлении убежища должна рассматривать первая страна въезда мигранта на территорию Искатели убежища должны знать, что не могут перемещаться, и если они это сделают, то их отправят обратно В прошлом году Греция не смогла самостоятельно справиться с огромным числом беженцев Таким образом, она позволила людям пересекать свои границы в направлении Западной Европы В результате по всему маршруту передвижения мигрантов страны начали постепенно закрывать свои границы В самой же Греции многие беженцы оказались без крыша над головой по причине отсутствия мест в центрах содержания Теперь же Еврокомиссия говорит, что в Греции значительно улучшились условия для искателей убежища Как ожидается, обратно будут отправлять тех мигрантов, которые прибыли на греческую территорию с марта этого года При этом решение не будет распространяться на несовершеннолетних без сопровождения Позвольте мне еще раз повторить, что ни одна страна-член не должна нести всю ответственность в одиночку Ни Греция, ни Италия Среди стран ЕС по-прежнему нет единства в том, как решать миграционный кризис Несмотря на договор ЕС с Турцией, сейчас в Греции остается более 62 тысяч мигрантов За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, двое получили ранения На Луганском направлении противник трижды обстрелил оппозиции украинских войск В двух случаях использовали минометы На Донецком участке после резкого обострения ситуация немного стабилизировалась Там боевики открывали огонь дважды, выпустили 10 мин Снизилась интенсивность обстрелов и на Мариупольском направлении Здесь боевики выпустили по позициям украинских войск 40 мин А в ряде случаев открывали огонь стрелкового оружия Генеральная прокуратура направила в Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции Материалы по 53 народным депутатам после проверки их электронных деклараций 28 депутатов не полностью отразили в декларациях данные Один подал ее несвоевременно В отношении декларации 11 депутатов проведут проверку из-за совмещения деятельности И еще в отношении двух из-за получения подарков Кроме того направлены материалы в отношении одного высокопоставленного чиновника Который с 1998 года официально заработал чуть больше 10 тысяч гривен При этом в декларации указана сумма в 9 миллионов гривен 15 декабря Европарламент в первом чтении рассмотрит механизм приостановки безвизового режима для третьих стран По данным работающих там журналистов, введение безвизового режима для Грузии Евросоюз может рассмотреть раньше, чем для Украины В случае с нашей страной обсуждение будет только после формального принятия механизма в начале следующего года Напомним, накануне Комитет постоянных представителей стран ЕС утвердил текст компромиссного соглашения о механизме приостановки безвизового режима В Брюсселе при посредничестве ЕС проходят переговоры между Киевом и Москвой о возможных закупках российского газа Это произойдет, если накопленного голубого топлива будет не хватать в случае холодной зимы Напомним, последние подобные переговоры прошли в сентябре прошлого года Как и тогда, главное условие Украины при закупках газа – отмена условия «бери или плати», согласно которому наша страна должна оплачивать объемы топлива, в которых не нуждается Также год назад не удалось достичь компромиссы по вопросу отмены авансовой платы за газ и цене на него Однако аналитики указывают, что в рамках нынешних переговоров у Украины есть весомый аргумент В обмен на отмену правила «бери или плати» наша страна может простить России более 6 миллиардов долларов, которые антимонопольный комитет постановил взыскать за злоупотребление положения монополиста Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту страны Пак Кенхе В ходе тайного голосования за досрочное прекращение полномочий главы государства высказались 234 депутата из 300 При этом необходимо было минимум 200 голосов Обязанности главы государства до избрания нового президента будет исполнять премьер-министр страны Причиной для импичмента стал коррупционный скандал Пак Кенхе подозревают в коррупции Он разгорелся после того, как выяснилось, что подруга президента Чхве Сун Силь, используя свое влияние на Пак Кенхе, вмешивалась в государственные дела, а также занималась коррупционной деятельностью В частности, аккумулировала на счетах своих поставных фирм миллионы долларов так называемых добровольных пожертвований крупных корейских компаний Кроме того, Чхве Сун Силь – дочь главы религиозного культа «Церковь вечной жизни Цой Сун Силь», которая, по данным местных СМИ, фактически контролировала работу президента Растущее производство бриллиантов привлекает в Индию зарубежные компании Главная промышленная отрасль города Сурат – полировка алмазов В настоящее время сюда поступают 90% необработанных алмазов всего мира А недавно в местное производство инвестировали 15 миллионов долларов В Сурате открылся филиал Международного института классификации и исследований алмазов и бриллиантов, которые входят в группу De Beers На сегодняшний день Индия – это сердце алмазного сектора 9 из 10 алмазов, что весьма значительно, проходят огранку в Индии Также в стране быстро растёт рынок потребителей Сейчас он уже четвёртый по величине в мире На предприятии работает 100 специалистов Производство рассчитано на обработку алмазов на сумму 500 миллионов долларов ежегодно Местные производители говорят, что в новом центре производят оборудование для определения синтетических алмазов Присутствие другого игрока, который отличает синтетические алмазы от природных, безусловно, оказывает положительное влияние на весь рынок Индийские производители бриллиантов также надеются, что с приходом крупной компании на рынок снизятся цены на сертификацию драгоценных изделий В настоящее время стоимость сертификации алмазов превышает затраты на производство Поэтому себестоимость изделий увеличивается Но с приходом новой компании возникает конкуренция, что принесёт пользу производителям в целом В следующем году компания также планирует открыть в Сурате курсы по огранке и полировке драгоценных камней Экологи организации Plastic Change исследуют акваторию Гавайских островов Во время своей миссии они попытаются определить, насколько загрязнён Тихий океан мелкими кусочками пластика Специалисты говорят, мусор на поверхности воды – это только верхушка айсберга Они полагают, что ежегодно в моря и океаны выбрасывают миллионы тонн пластмассовых изделий Существует несколько гипотез о том, где находится оставшаяся часть пластика Он может плавать на разных глубинах в толще воды Что-то, возможно, опустилось на дно океана, а что-то попало в пищевую цепь Крупные частицы пластика становятся хрупкими под воздействием солнечных лучей Потом они измельчаются волнами либо зубами акул и крупной рыбы Посмотрите на это – это всё микропластик Его выбросило на берег Океан работает как блендер и дробит пластмассу на такие небольшие кусочки По словам экологов, из-за такого мусора гибнут птицы и морские животные Мелкие кусочки пластика попадают в их пищу, а потом застревают в желудочно-кишечном тракте Когда это множество мусора выбрасывает на берег или он застревает в рифах То это наносит вред и морской экосистеме, и здоровью человека Активисты считают, что загрязнение океана – это уже глобальная проблема По их мнению, в течение следующих 10 лет количество пластика в морских водах удвоится При этом часть мусора будет выброшена волнами на берег Палеонтологи обнаружили в янтаре хорошо сохранившиеся останки небольшого динозавра Среди которых перья и плоть животного Находка позволит более детально исследовать эволюцию пернатых ящеров Динозавр Минирапторан – один из предков современных птиц, был величиной с воробья Современные пернатые – потомки животных, появившиеся на Земле во время юрского периода Около 150 миллионов лет назад Открытие помогло палеонтологам определить форму и цвет перьев А также выяснить, что у современных птиц их структура более сложная Обычный мегамаркет в американском штате Техас Но есть здесь пара необычных сотрудников, которые стали местными знаменитостями Это ветеран ВВС США Клей и его собака-помощник Шарлотта Жена сказала, что мне нужно устроиться сюда работать, ведь я и так пропадаю здесь целыми днями Клей перенес пять операций на ноге и не может ее сгибать Шарлотта обычно помогает ему вставать, если он вдруг окажется на полу Мне очень больно нагружать ногу, на ней три шрама При приеме сюда на работу служебную униформу выдали обоим Собака сразу же стала любимей за покупателей Пара работает в мегамаркете два месяца Секрет успеха Клей скромно приписывает Шарлотте Думаю, знаменита Шарлотта, а я просто некто на другом конце поводка Да, она звезда, а я не очень Известный австралийский уличный художник Мэтт Эднейт Получивший популярность рисуя представителей коренных народов страны Завершает работу над самой большой своей картиной Четыре лица изображены на заброшенных зерновых элеваторах Они находятся на северо-западе штата Виктория Я вырос в центре Мельбурна К сожалению, я не знал ничего об аборигенных народах Когда я начал их рисовать, моя жизнь полностью изменилась Посмотреть на картину пришли те, чьи лица автор изобразил Такого раньше никто не делал Хорошо, что нас признают в таких масштабах Теперь мы думаем, как это сохранить, чтобы наши внуки и правнуки могли это увидеть Гигантские граффити уже начали привлекать сюда туристов Этот регион – не самое популярное туристическое направление Особенно учитывая, что здесь уже несколько лет продолжается засуха Я путешествую по Австралии последние пять лет И это, возможно, самое удивительное, что я видела Это вдохновляет здесь выраженные эмоции Приятно на это смотреть А приезд туристов, в свою очередь, вдохновляет место владельцев гостиницы-кафе Это удивительно Сюда приезжают со всей Австралии, Виктории и со всего мира Наверное, самое далекое путешествие совершила группа из Лондона Они были в Австралии и решили приехать к нам Это не первые элеваторы, на которых изобразили граффити Местные власти поддерживают проект, в рамках которого Произведения уличного искусства появляются на элеваторах по всему штату Три уже раскрашены На очереди еще три Субтитры создавал DimaTorzok